Всем привет! Давно не виделись. Тема у нас сегодня... Мы продолжаем с вами не просмотр, я просто пройдусь по ключевым моментам большого эфира Дэвида Уилкока, который вышел две недели назад, и он выпустил еще два эфира, поэтому я сейчас буду стараться синхронизироваться со скоростью выпуска его эфиров и стараться находить правильный формат, чтобы не затягивать с... переводом и максимально удобный, чтобы был формат. Как бы сказать, у нас сегодня что с вами? Предсказания. Предсказания нынешних событий. Нынешних... Ой! Короче, предсказания нынешних. Такой будет комментарий, я потом правильно видео это назову. Еще раз повторюсь о некоторых ключевых аспектах, которые необходимо знать, если вы хотите понимать, о чем конкретно данный эфир. Как вы знаете, большое количество людей давно уже освещают тему квантового перехода и сдвига. Конкретно Дэвид Уилкок занимается этим более чем на протяжении 20 лет. У него очень интересная личная история о том, как он там в детстве выходил из тела, что большое количество информации к нему приходит точно так же из высших аспектов. И, собственно говоря, свой жизненный путь он начал именно из-за того, что в подростковом возрасте к нему начала приходить определенная информация. Я поподробнее об этом остановлюсь, когда дойду наконец-то до перевода его последнего эфира. В последнем своем эфире очень много он интересных тем поднимает, которые будут интересны нам всем. Он говорит и о том, каким образом приходят скачивания или загрузки, или озарения. И он объясняет, откуда это все приходит. Но сегодня мы не об этом. Сегодня я вообще расскажу о том, как продолжался тот эфир, который мы с вами уже начали смотреть. Как я уже сказала, я постараюсь немного адаптировать формат, чтобы это не занимало так много времени, но в то же время, чтобы зерно оставалось максимально. Значит, Дэвид Уилл – это исследователь, человек, который занимается исследованием древних цивилизаций. Он уфолог в том числе, человек, который написал огромное количество книг. Это один из авторов мною очень любимого документального фильма, который я рекомендую посмотреть всем, кто интересуется темой пробуждения. Этот фильм называется «Космический секрет». Он доступен, в принципе, на русском языке. Вы можете самостоятельно его найти. На русском языке нет проблем. На английском – более проблематично. Ну, я имею в виду бесплатный доступ. Значит, мы с вами смотрели его эфир двухнедельной давности, где он соотносит предсказания древности, предсказания современности с событиями сегодняшнего дня. Он там поднимал тему телеграм-каналов ключевых фигур, поднимал тему нашего человека, не знаю, человеку или нет, который занимается операционными системами. И, в общем, мы с вами остановились на том, что появился официальный телеграм-канал генерала. Еще раз буду останавливаться для тех, кто, может быть, не совсем пока следит за политикой, за тем, как все взаимосвязано в мировом масштабе. Есть генерал Флинн – это человек, который приближен к администрации, понятно, какого президента. Это человек чести, человек достоинства, который примерно год назад был освобожден из-под заключения тюремного. И сейчас является одним из лидеров такого движения патриотического, движения доблести, чести. И многие согласны с тем, что он является частью всеми известного секретного, не то чтобы секретного, но буквы, которая начала постить в 2017 году. И, собственно говоря, открывает глаза на многое из того, что происходило и происходит. Значит, в прошлый раз мы остановились на том, что Дэвид анализировал публикации ключевых фигур в каналах Телеграм. И я сейчас продолжу с этого момента. Я не буду в этом конкретном эфире делать параллельный перевод, потому что это занимает большое количество времени. И, как я уже сказала, я хочу синхронизироваться с последней актуальной информацией, которая появляется. Вот, поэтому сегодня так, вообще, ключевыми моментами. Значит, 7 мая появляется пост об официальном канале этого генерала. Он лично подтверждает его легитимность. Также, буквально, несколько дней назад он выложил аудиосообщение, подтверждающее то, что это действительно является его каналом, поэтому информации, которая там появляется, можно доверять. Значит, это было волнующим появлением, так как это говорит о том, что у армии есть все необходимое для того, чтобы событие произошло. Да, что ждать окончания этого процесса осталось совсем недолго. И что они знают, что битва выиграна, да, битва, грубо говоря, добра и зла, те, кто понимает, о чем я говорю. Появляется информация о том, что президент вернется в офис очень скоро, и что очень много событий придутся на май, июнь и июль. И об этих трех месяцах говорят большое количество ключевых фигур. Именно об этих трех месяцах – май, июнь и июль. И вы видите, что происходит в мае, те, кто следит за событиями, которые, конечно же, являются трагическими в плане того, что появляются жертвы, продолжается насилие. Но в большей картине мы понимаем, что это происходит одна из финальных битв на территории Израиля. И про Израиль, я думаю, что многие тоже осведомлены, что не все там просто. И у этого противостояния гораздо более серьезные причинно-следственные связи. Так вот, работы идут полным ходом, и в Вашингтоне полное вовлечение военных. Это тоже подтвержденная информация. Есть огромное количество свидетельств людей, которые живут в этом округе, которые следят за камерами наблюдения за Белым домом, вообще, в принципе, за округой, что большое количество военной техники появляется, вплоть до таких каких-то странных вещей, как детские автобусы. Видно, как будто бы вроде оттуда выходит группа детей. В общем, большое количество событий происходит. И на это уже недвусмысленно указывают ключевые фигуры, о которых говорю я и Дэвид. Хорошо также то, что много других вещей происходит в новостях, включая арест гарберского профессора, доктор Чарльз Либер. Те, кто следит за новостями, знают, кто это. Это профессор, замешанный в лабораториях кое-какой страны. Страна, понятно, какая. Он был арестован также с информацией о вовлечении в эту историю его студентов. Также он был пойман с неким веществом. И после этого предполагаемый источник Альянса, который публикует кое-что с 2017 года, сказал, что это серьезный шаг и что об этом пока не объявлено общественности через средства массовой информации, потому что это может привести к глобальной войне. Поэтому все так сложно. В общем, факт того, что этот профессор и его ученики арестованы, говорят о том, что некоторые очень серьезные процессы происходят, и огромное количество битв выиграно. Май, июнь, июль. Об этих месяцах также говорит Майк Линдл. Ребята, кому интересно, пожалуйста, используйте навыки поисковых систем, вводите имена и читайте, что это за персонажи, если информации, которой я делюсь, недостаточно. Майк Линдл – это владелец компании MyPillow. Этот человек выпустил документальный фильм о фальсификации на выборах. Это также активный общественный деятель, и не так давно он запустил платформу свободной информации, которая называется Frank Speech. Я тоже об этом делала публикацию у нас здесь в Инстаграме. Как я уже говорила, на этой платформе появляется огромное количество разоблачающих статей, огромное количество видеоматериалов. В том числе на этой платформе можно найти полностью все серии журналистского расследования падения Кабал. Далее. Также Уилкок говорит о том, что в июне, вы помните, что 6 месяцев назад, когда Трамп еще был для мира, для всего президента, он подписал указ о том, что в течение 6 месяцев, 180 дней должно произойти раскрытие информации об НЛО. И вот мы уже подступаем к этому времени. И вы видите, что в принципе и в средствах массовой информации появляется большое количество информации об этом. Значит, мы также ожидаем в июне раскрытие информации об этом. Далее в своем эфире он говорит, что американцам, потому что Америка является ключевым игроком в этом. И во многих источниках, я понимаю, ребята, что мы многие не живем там, и что, казалось бы, какая нам разница, но все взаимосвязано. Поэтому я еще раз повторюсь, что основные изменения будут связаны именно с раскрытием информации в Штатах. И потом уже это все будет переложено на весь остальной мир. Значит, он в своем эфире, Дэвид, говорит о том, что вот эти 10 дней тьмы, о которых часто много упоминается, чтобы люди были готовы, чтобы люди были запасены продуктами питания на этот период, водой, да, любыми следствиями, которые помогут перенести потенциальные бедствия и отключения электричества, потому что эта информация помогла техасцам, да, вы помните, что происходило в Техасе не так давно. Вот. Техасцы были очень рады тому, что он предупреждал об этом заранее. И Дэвид говорит, поймите, что даже если мы действительно начнем проживать эти 10 дней, это может быть не во всей стране и не во всем мире. Это может быть только в нескольких штатах или в нескольких государствах. Так что, возможно, это нас коснется, а возможно нет. Но, опять же, мы знаем, мы не знаем, что враг будет делать. Это непредсказуемые люди, и нас предупреждают быть подготовленными и спокойными. Что-то может произойти, но это не значит, что это коснется кого-то из нас. Но подготовленными быть необходимо. Он говорит о том, что я думаю, что все люди, которые сейчас принимают участие в освобождении мира от глубинного правительства, будут очень рады знать, что мы с вами подготовлены, и у нас есть возможность в спокойствии, в безопасности прожить какой-то неожиданный поворот событий. Итак, май, июнь, июль. Независимо от того, тролль ты или нет, я поддерживаю Дэвида в этом. Я надеюсь на то, что ты пойдешь и купишь хотя бы мешок риса и запасешься небольшим количеством воды. Далее слова его. Нужно быть достаточно глупым, чтобы игнорировать изменения в мире, глобальные изменения в мире. Я хочу, чтобы ты был в комфорте, и я хочу, чтобы у тебя были тапочки, и чтобы ты был готов к фейерверк-шоу, потому что то, что происходит, это невероятно, и это глобальных масштабов. Итак, он возвращается к событиям и объясняет то, насколько все продумано и насколько все это было запланировано. Значит, все было запланировано таким образом и предназначено, что теперь они, Альянс, раскрывают все это в публике. Опять же, не забываем, что волны пробужденных разные. Есть люди, которые пробуждены десятилетия, есть те, кто пробуждены несколько лет, есть те, кто год пробужден, есть те, кто несколько месяцев, есть только-только пробужденные. Поэтому, когда я повторяюсь об этом, и буду еще раз делать на этом акцент, не нужно стучать кулачками по столу, и требовать раскрытия. Все происходит так, чтобы итог был максимальное количество свободных, здоровых, ментальных людей, которые готовы будут перенести объем информации и истины, которые на них обвалятся. Огромное количество кодов и взаимосвязей было получено теми, кто следит за дропами. Да, это за сообщениями. Понятно, да, кого? Они видят тонны и тонны доказательств того, что это было запланировано и что это было преднамеренно. Я знаю, что есть группа людей, которые скептически настроены, но я могу вам гарантировать, ребят, я уже это вижу издалека. Те, кто начинают говорить о том, что об этом обещали, что там Трамп победит, или что будет так-то, вам никто ничего не обещал. Если вы такое заявляете, значит, что вы не следили за тем, что происходит, и вы не улавливаете цельную картину. Никогда не говорилось о том, что Трамп победит эти выборы. Было сказано о том, что все запланировано, и что мошенники попадутся в любом случае. Поэтому я их называю квакушки, вот эти вот, которые квакают, что нас там этот должен спасти, это должен спасти и так далее. Я настоятельно вам рекомендую активно принимать участие в самостоятельном исследовании, прочитать эти около 4 тысяч дропов, использовать свое критическое мышление и уметь соединять точки. И своим кваканьем не тратить ни время людей, которые действительно хотят понимать, что происходит, ни свое время. Так, продолжаем. На протяжении всех 4 тысяч или около того дропов есть огромное количество ссылок на то, что сейчас происходит. Возвращаясь к началу, есть огромный раздел, касающийся именно выборов. И это было, ребят, эти дропы были годы назад. Они уже говорили о том, что будут вторжения оккупационными силами из других стран и говорили об этом несколько лет назад. Если бы эти другие стороны не вторглись и не оккупировали, если бы они не позволили этому случиться, то факта преступления и раскрытия не удалось бы внедрить. Далее в его эфире у него большой раздел про Гейтса. Эта информация возможно будет перевариваема только для тех, кто действительно находится уже на достаточно высоких уровнях осознанности. Те, кто понимают, что такое принятие и что такое прощение. Я подробно останавливаться на этом не буду, но он приводит там несколько доказательств, не то чтобы доказательств, но несколько рассуждений и аналитических каких-то моментов касаемо того, что, возможно, Гейтс является, там, я не знаю, клон, это не все не важно, но он поднимает очень важную тему, что, возможно, факт того, что все внимание средств массовой информации обращено сейчас против Гейтса, может быть вызвано тем, что Гейтс вызвался в итоге быть осведомителем. То есть он, скорее всего, когда-то уже понял, что тьма побеждена, и он выбрал путь осведомителя. С этой информацией не обязательно вы можете соглашаться. Я просто даю вам зерно к размышлению, к рассуждению и несколько дам своих комментариев по поводу вот этого отрезка из его эфира, потому что я с этим согласна. Так вот, что он говорит? Дэвид говорит, что Гейтс сегодня, наверное, самый ненавистный человек на Земле. Но снова вспомним о том, что просто так средства массовой информации ничего не делают. И прямо сейчас они делают из него демона и пытаются заставить тебя ненавидеть его дом, ненавидеть его все его труды, но возможно ли то, что он решил поступить в итоге правильно? Возможно ли, что он решил стать осведомителем? И тут он говорит, обращается, да, ко всем, кто является частью секретных сообществ и злой стороны. Если вы выступите в качестве разоблачителя, мы простим вас, и у вас будет возможность перехода. Это сложно к восприятию, ребята. Но я согласна с Дэвидом. Если после всех ужасов, которые совершил тот или иной человек, в итоге он выступает осведомителем или разоблачителем, у каждого из них есть шанс. Я об этом убеждена. И каждый из нас, я надеюсь, дойдет до такого уровня, когда он поймет, что Вселенная справедлива, и что каждый получит все равно в итоге справедливое, как сказать, получит справедливое возврат за свои действия. Но если человек в итоге выступает, каким бы он там не был злодеем, если он в итоге выступает за то, чтобы раскрывать истину, то я, да, как говорит Дэвид, и я с ним соглашусь, я буду выступать в качестве человека, который простит. И я надеюсь, что многие из вас к этому тоже идут. Дэвид говорит, мы будем отстаивать твой справедливый выбор, потому что если ты приходишь вперед как осведомитель, ты становишься своего рода героем. если ты откликнешься как разоблачитель, ты делаешь правильную вещь, ты помогаешь человечеству. Я хочу, чтобы вы подумали о том, что пока есть хоть малейший проблеск света, у тебя есть шанс. И я об этом тоже говорила в одном из эфиров, что шанс к переходу есть у каждого, у кого есть хоть какой-то проблеск сердца. Ребята, я буду попозже читать комментарии, и на вопросы попозже отвечу. Дэвид говорит, я не собираюсь оскорблять тебя, я не собираюсь смеяться на тобой, и я буду поддерживать тебя и расскажу всем, кто меня слушает, что ты заслуживаешь того, чтобы быть прощенным. Если ты любой из этих людей, если ты Клинтон, меня не волнует, иди вперед и расскажи нам правду. Я с этим согласна. Я с этим согласна. В итоге Вселенная справедлива. В итоге сколько бы тысячелетий не перевоплощалась какая-то злодейская душа, столько же тысячелетий эта душа будет потом не то чтобы отрабатывать. Но это все будет справедливо. Все во Вселенной справедливо. Теперь о предсказаниях современности. Он говорил мы с вами говорили в предыдущей части о предсказаниях античности древних цивилизаций, сейчас о предсказаниях современности. Итак, о том, как будущее доказывает прошлое. Я расскажу вам об удивительном чтении Эдгара Кейси, которое называется 3976-15. Это чтение было продиктовано в одной из части Манхэттена 19 января 1934 года для толпы людей. Это пророческое значение, которое полностью соотносится с тем, что происходит сейчас. Эдгар Кейси говорил об изменениях Земли, что будут происходить тектонические сдвиги и что это нормальное явление во время изменений. Нам не нужно переживать за эту смену. Если ты хороший человек, ты будешь в полном порядке, ты будешь в безопасности. Только самые злые люди будут переживать эти сдвиги на физическом уровне. Изменения наверх будут относительно духовного, психического и физического развития человечества. Это довольно недвусмысленное пророчество о солнечной вспышке, которую мы видим здесь, и он говорит о сдвиге полюсов, но большинство людей трактует это неверно. Я здесь немного поясню, что есть большое количество людей, которые не совсем верно трактуют подобные пророчества, которые не совсем верно понимают значение слова Армагеддон, апокалипсис и так далее. Поэтому те, кто понимают, что мы уже перешли в позитивную полярность, знают, что нам беспокоиться не о чем, что мы сейчас каждый проходим какой-то свой урок в плане принятия, сострадания, расширения осознанности и так далее. Слова из пророчества Кейси. Все меняется и имеет духовное значение в сердцах, в умах и душах. Воды тьмы и горы – это слова из пророчества. И Дэвид говорит, кажется, здесь речь идет о горах дезинформации и фейка, которые сейчас формировались на протяжении столетий, а то и тысячелетий. Но будут те, пробудившиеся к духовной истине, которые будут находиться в разных местах. Политики будут привлечены к свету, и гнилость, вся гнилость выйдет на поверхность, на свет. Так о чем говорит Эдгар Кейси, происходит прямо сейчас. Как вы можете видеть, он предсказал падение массового воздействия и падение политической элиты. Гнилость будет привлечена к свету. Также слова из этого пророчества, что они ведут войну в воздухе. Те из тьмы хороши в ведении войны в воздухе. И здесь кажется эта строчка непонятной или может быть даже смешной, но для тех, кто читает слишком буквально, но если вы поменяете угол восприятия, то воздухом может быть телеэфир, воздухом может быть радио, и так как это предсказание 30-х годов, то возможно он имел телеэфир и радио. Если мы перекладываем Ребят, кто-то говорит зависло, напишите если зависло, или это только у одного человека. И это предсказание, что тьма ведет войну в воздухе, если мы говорим о событиях сегодняшнего дня, то тьма ведет войну в интернете, что тоже является неким воздушным пространством, чем-то неощутимым. Все окей пишут, значит это у отдельного человека зависло. Двигаемся дальше. Ведение войны в воздухе может также быть реальной физической войной с участием военных. Это также может относиться к НЛО битвах, которых мы не видим или пока еще не видели. Но начинает становиться видимым теперь. Мы готовимся к раскрытию. Далее. Дэвид говорит об идее, что разное оружие может быть использовано на тропе войны. Хозяева в кобычках, те, кто препятствует вознесению человека, давят на абсолютно все его слабые стороны. Злые люди, злые существа, злые души, которые пытаются сделать все возможное, будут вести войну с войнами света, с людьми, перешедшими на землю для массового пробуждения, быть частью великого пробуждения, которой есть сыны человеческие на службе Творца. Многие из нас, многие из вас, воины света, потеряют все, что должны потерять на своем пути. Существует широко, да, и теперь немного о жизни Эдгара Кейси, да, это вот предсказание, которого мы сейчас с вами прослушали, и здесь я хотела бы сделать тоже такую важную сноску для тех, кто является сейчас активным, ну, активным работником света и подвергается нападкам. Существует широкая дискуссия о том, что Эдгар Кейси стал слишком озабочен своими ненавистниками, и это стало для него крайне опасно. Много людей ненавидели его. Он начал очень сильно расстраиваться, и это значительно снизило его вибрации и частоты. Поэтому в выравнивании Кейси его положительной полярности он поскользнулся. Ну, и это не мудрено, да, многим из нас даже в наше время сложно не скатываться на негатив, а в 30-е годы осознанность человечества была на другом уровне, резонанс Шумана тогда был совершенно другим, поэтому, конечно, люди, которые говорили об этом много лет назад, им пришлось очень-очень сложно. Да, и Кейси стал слишком зол на других людей. Здесь я хотела на чем остановить ваше внимание, что, если вы являетесь тем человеком, который говорит об этом, позаботьтесь о том, что вы находитесь в положительном состоянии ума, умеете восстанавливаться, и рано или поздно вы научитесь правильно воспринимать какую-то агрессию, негатив, я каждый день этому учусь, и, конечно, я, многие мне это там как-то в укор ставят, ты же такая просветленная, тебе вообще там нельзя реагировать, я нигде, ребят, ни в одном из видео не говорила, что я просветленная, я говорю о том, что я в процессе, так же, как и все вы, и что очень много вещей я замечаю, я это отмечаю, но точно так же я могу сильно расстраиваться, сильно переживать, могу уходить в себя, и иногда сомневаться в том, что я делаю, но это не говорит о том, что я, ну, как сказать, что вот я сейчас скачусь и скажу там, идите все в одно место и так далее, но в общем, те, кто занимаются подобным, да, подобным, подобным путем, подобной миссией, умейте восстанавливаться и старайтесь держаться с теми людьми, кто вас поддерживает, и старайтесь, вот этот момент принятия, он приходит, он приходит со временем, и действительно, со временем мы начинаем с вами меньше, менее агрессивно на что-то реагировать, но в то же время умейте чистить пространство от негатива, и принятие не значит, что давайте теперь все, пожалуйста, там, сливайте на меня свой негатив, сливайте на меня свои точки зрения, которые иногда вообще даже никакими фактами не подкреплены, здесь, ну, обязательно нужно соблюдать баланс, что если вы видите, что человек действительно интересуется узнать что-то большее, да, и где-то он хочет какого-то разъяснения, а есть люди, которые просто хотят повонять там, да, и за счет, за ваш счет самоутвердиться, в общем, такое просто нужно, ну, вычищать из своего поля, в этом, в этом я не вижу ничего противоречащего Вознесению. Так, и, ну, дальше, возвращаясь к предсказаниям Кейси, он говорил в своих пророчествах, что будет информационная война, что будет цензура, и затем он говорит, что все это приведет к глобальному посвящению, к глобальному освящению информации. Вот, дальше Дэвид говорит, что у него по всему телу мурашки, волосы буквально стоят дыбом, потому что сила людей в них самих, иллюминаты изоблачают сами себя, разбивая секретные и тайные сообщества, все это выходит на поверхность, и дети Творца начнут быть каналами истины, к которым они откроются через собственные знания внутри себя. Вот это важная, ребята, часть, потому что очень многие с кем я взаимодействую, ничего не читали до того, как к ним пришло какое-то осознание. То есть нанизывание информации случилось после. Это говорит о том, что многие подключились на очень высокую частоту и начали вспоминать, для чего они здесь сейчас в это время находятся. Поэтому неважно, сколько вы читали книг, неважно, какое количество времени вы проводили в медитации и так далее. У всех происходит это в свое божественное время, и информация, которая начинает приходить, начинает синхронизироваться конкретно с запросом вот этого воина или работника света. на этом я сегодня вот этот выпуск заканчиваю. Я все еще думаю, в каком формате это делать. Возможно, я буду просто делать видео, которое я буду выкладывать на YouTube, и чтобы не было пауз, экони и мэкони, в общем, те, кто хотят дальше следить за конкретно вот таким форматом эфиров, которые меня очень сильно увлекают, я прям по нескольку раз пересматриваю его эфиры, особенно последние двух недель постоянно что-то новое для себя открываю. Я буду выкладывать, скорее всего, это на YouTube, чтобы была возможность поделиться ссылкой на оригинальное видео, чтобы качество самого материала было чуть получше, более лучше для восприятия, так скажем. Впереди у нас получается еще полтора часа, потому что сейчас тот момент, на котором я остановилась, это только полтора часа из трех часов, у нас впереди конец вот этого первого эфира, и еще он выпустил новых два эфира, которые тоже там супер, вообще супер классная информация, очень много всего подкрепленного научными фактами, также снова говорит, возвращается к пророчествам и так далее. В общем, классно и интересно. Поднимаюсь к вопросикам. Так. Не вижу. Так. Ла-лари. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Кто-то пишет, я даже этот комментарий читать не буду, просто сразу блокирую этого человека и все. Так. Что такое дроп? Дроп это сообщение в закодированной сети 8-чен или 8-чен или 4-чен. Ребята, какую-то основную информацию пожалуйста старайтесь искать самостоятельно. Q-Drops. Очень плохая связь, все зависает. У меня все нормально. Если пишет только один человек, я знаю, что это у вас зависает. Так. Не понимаю. Некоторые комментарии, ребята, не буду читать, потому что не вижу в них смысловой нагрузки. Евгения Пэшин пишет до эфира смотрела на ютубе у Юрия Лир про эти пророчества. Отмечайте себе, ребята, возможно, кому-то это будет интересно. Совпало так интересно. Сейчас много всего совпадает, это синхронность называется. И чем мы с вами, чем чем более возрастает наша вибрация, вибрация Земли, тем больше синхронности мы наблюдаем. Так. Расскажите, пожалуйста, ваше видение природы и суть влияния стоячих волн резонанса шума. Я не знаю, что такое стоячие волны резонанса шума. Это, вопрос о том, что если я чего-то не знаю, я открыто об этом говорю и не умничаю. Так, дальше. Марго Бьюти Мам говорит, кому-нибудь снится Путин и Трамп? Мне да. Я работаю с Путиным, и он говорит, мне работать с детьми. А вчера приснился Трамп, я в его команде помощница, и он такой добрый дедушка, не залипаю в политику. Это, я понимаю, ребят, для многих это кажется, конечно, вообще супер сумасшествием. Если бы я год назад это читала, я бы подумала, понятно. Я бы точно так же, как и многие наши доброжелатели, называла нас сектой, но, ребят, мы уже с вами понимаем, о чем разговор, и у меня вот сообщение Марго, я вспомнила, я вспомнила свой сон, где я обнималась с Миланей, и это было супер, вообще супер реально, я этого ощущала. Так, Наташа, спасибо. Ну, вопросов особо нет, поэтому я эфир буду выкладывать, и как только я устаканю какой-то более-менее приятный формат для вот конкретно вот этих серий, вот этих эфиров, я обязательно об этом сообщу. Все, всем огромное благодарность на тропе истины, кто борется за свободу, кто помогает, все классно. Марго пишет, вот да, все реалистично. Я не понимаю вопрос, Дима, твой, не понимаю, Ладно, не будем на этом заостряться, потому что, опять же, давайте будем, я тоже за то, чтобы и под постами, и в эфирах, все-таки, наверное, вопросы задавались, ну, по теме, потому что, как-то, короче, не, я вижу, что под постами какая-то уже непонятно, о чем разговоры, давайте с вами будем осознанными, да, хочется какой-то вопрос не по теме, вы всегда можете его задать в личном сообщении, если пост про какую-то тему, начинается, там у меня болит голова, резонанс лет и шум, в общем, давайте как-то будем с вами осознанно, чтобы все было в тему, как-то, да, ну, вот, я за это, вот, все, всем благодарность, и всем хорошего дня, вечера, ночи, всех обнимаю, как обычно, скоро увидимся снова.